Боги ртов, дорогие друзья, начиная наш второй урок, в понедельник, главе Торы, Мецара. Мы подошли к тому месту, где говорится о доме, о доме, который поражен цараат, проказой. Мы уже говорили с вами, что перед тем, как человека поражает цараат, то поражает сначала его одежду, и человек борется с этим, в некоторых случаях одежду уничтожает, даже полностью сжигает. Если человек не раскаялся и не перестал грешить, то тогда поражает его дом. И если и это не помогает, то человек не останавливается, тогда поражает его тело. И в данном случае мы говорим, что происходит с домом. Написано, что человек увидит, что у него на доме появились углубления, пятна такие, зеленоватые или красноватые. И он предполагает, что возможен здесь цараат. И никто не может, кроме Коэна, сделать вывод, что это цараат. И он идет к Коэну. Коэн говорит, что он обязан вынести все из дома. Потому что если Коэн признает дом нечистым, то все, что в нем, будет нечисто. И человек идет, вычищает дом, все выносит из дома. Коэн приходит, осматривает дом. Если действительно подтверждается, что это углубления, которые на вид ниже поверхности дома. И в них пятна красноватые или зеленоватые. То Коэн говорит, запереть дом на 7 дней. Не выходить в него. Кто войдет в такой дом, он будет нечистым становиться. Любая вещь, которая в нем, будет нечистая. И после этого, через 7 дней, если Коэн увидел, что язва распространилась, то он скажет, что нужно выломать камни в том месте, где эти пятна. И соскорбить всю обмазку изнутри и снаружи. И выбросить это все вместо нечистое, вместо нестана. Есть специальное место для этого. Мы не знаем, где чистое место, там где пепел выбрасывают. В общем, после этого, заново ремонтируют дом. Вставляют новые камни. Делают обмазку изнутри и снаружи. И опять, через какое положенное время, через какие-то дни, приглашает Коэна, и он смотрит. Если язва исцелилась, то дом чист. И тогда он возьмет, Коэн берет двух птиц. Одну птицу чистую, одну режет над глиняным сосудом с родниковой водой. Называется живая вода. И вторую птицу он берет с кедровым деревом. И с исцопом. И перевязывает ниткой этой червеницы. Перевязывает птицы. Обмакивает это все в живую воду. И отпускает птицу. И дом становится чистый. Человек может в нем сжить. Но если это не произошло, и дом опять стал покрываться пятнами, то Коэн скажет, уничтожит дом, полностью его на весь разрушит. И все это, все материалы, выбросить за территорию стана. В нечистое место. Вот так. И Бедра говорит, что человек, который отказывался, ему что-то просили соседи. Дай нам помоги нам это. Дай нам какой-то предмет, чтобы помоги нам чем-то. Он говорил, у меня ничего нет. А теперь он вынес на улицу и удивится, что он опозорен получается. И получается, как снимаются с него эти грехи. Что ему уже стыдно стало. В общем, все это происходит. На сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Яков Беннахум, Владимир Бен Григорий, Павел Бен Ефим, Хай Малко Бат Йосим, Мира Таварагам, Роза Бат Михаэль, памяти Урия Бен Харитон, Мендель Бен Мендель, за здоровье Светлана Бат Клара, Гитл Бат Мириам, Борис Бен Мария, Анна Бат Римка, Полина, Перл Бат Соня Сура, Лена Бат Клара, Женя Бат Ида, Анна Бат Елена, Евгений Бен Софья, Двоера Бат Мириам, Моисей Бен Ева, Ирина Бат Двоера, Йосиф Бен Раиса, Инесса Бат Маэль, Евгений Бен Берта, Евгения Бат Ида, Ицка Шмоновы Белла Моттл, Фера Бат Анна, Гитл Бат Мириам, за хороший дух Аронария Бен Двоера, Денис Бен Ахум, Авигаль Бат Сарам. Всем все самое лучшее. Пусть закончится эта война страшная. До следующих встреч. Редактор субтитров А.Семкин